приветствую всех настоящих ценителей бокса сегодня 5 апреля умер легендарный комментатор бокса владимир ильич гендлин и я хочу почтить его память и сказать небольшую речь ну во-первых придется в любом случае начать сухих фактов человек активную свою деятельность журналистку он прославился именно в начале 90-х стал комментировать профессиональный бокс ну и в принципе работал все время активно может только в последние 3-4 года сбавил обороты теперь что по-настоящему важно то что вот тогда когда началась перестройка были 90-е то вообще в спорте в целом был очень популярен футбольный такой стиль комментирования патриотический то есть вперед за наших там в атаку все прекрасно но гендлин он тогда чем отличался что он во время комментирования он болел не за наших а он болел за бокс и тем самым у людей у целого поколения или даже двух поколений он привил ну реальную любовь к боксу он людей именно заинтересовал именно ну не просто болеть за наших а он именно заинтересовал самим боксом и многие пошли в спортивные секции многие задумались что из бокса же можно извлекать деньги потому что он комментировал именно бокс профессиональный а профессиональный бокс это работа то есть он реально был лицом бокса то есть он бокс представлял общественности то есть вот обычный человек кто не боксер сам не занимался боксом то есть для таких людей для широких масс в россии он и представлял бокс и представлял его реально интересно то есть он заинтересовал людей в боксе это реально круто теперь сам стиль комментирования дело в том что бывают разные комментаторы например тот же скрипку тот же беленький тот же григорий стангрид у них вот другие комментаторы в целом стиле какой они комментируют как бы в общем то есть они комментируют происходящее в ринге гендлин владимир ильич он не просто комментировал происходящее в ринге а он нес свои идеи в массы то есть он объяснял не только что происходит а он объяснял почему именно так это происходит а не иначе тут я не хочу лукавить я на самом деле с его идеями очень часто был ну как бы не согласен вот но при этом он обладал феноменальным талантом потрясающим и знаете каким я много раз анализировал его стиль комментирования просто так как я веду блог мне было интересно но вот реально его люди любили его любили многие тренера причем боксеры ну я со многими говорил реально его ну любили люди сами из бокса и я всегда анализировал то есть за счет чего вот ну так людям нравится он создает создавал всегда огромный уют и знаете в самом боксе есть такое понятие как тайминг ну на английский манер или чувство момента чувство времени то есть в ринге ну вовремя как бы ударить то есть ты можешь быть медленнее но тот человеку суетиться 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 а ты удар выбросил там правый кросс и закрыл его будучи более медленно именно ты попал так вот у владимира гендлина очень крутой тайминг был в комментировании представляете то есть у него была не торопливость и вот другие комментаторы они говорят говорят там этот левый правый так сяк 5 10 что-то суетятся а он как бы вроде говорил мало и очень вальяжно очень не торопясь по сути но он очень вовремя как бы всегда попадал то есть понимаете в чем фишка что не торопится никуда и вот он так развернулся сказал и вот ровно как бы вовремя когда нужно это произошло в то время как многие другие то есть все там это 5 10 говорят а как бы ну не так во время то есть очень показывал крутой тайминг то есть как вот боксеры показывал тайминг в ринге он показывал тайминг в комментировании и это реально круто давайте подведем итог человек прожил полнотворную жизнь ему было 84 года детей вырастил очень бокс популяризировал то есть ну он реально он нес бокс масса то есть он крутой и очень много хорошего сделать для бокса и для всех нас это самое главное я считаю такие мысли пускай земля будет ему пухом всем добра до новых встреч тушу камеру